Гарун бежал быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла. Бежал он в страке с поля брани, где кровь черкесская текла. Отец и два родные брата за честь и вольность там легли под пятой супостата. Лежат их головы в пыли, их кровь течет и просит мщения. Гарун забыл свой долг и стыд, он растерял в пылу сражение винтовку, шашку и бежит. Вскрылся день, клубясь в туманы, одели темные поляны широкой белой пеленой. Пахнуло холодом с востока и над пустынею пророка встал тихо месяц золотой. Усталый, жажды, тарины с лица стирают кровь и пот. Гарун меж скал, аул родимый при лунном свете, узнает. Подкрался он, никем незримый, кругом молчание и покой. С кровавой битвы невредимый, лишь он один пришел домой. И к сакле он спешит знакомый, там блещет свет, хозяин дома. Скребясь душой, как только мог, Гарун ступил через порог. Селима звал он прежде другом. Селим пришельца не узнал. На ложе мучимый недугом, один он молча умирал. Велик Аллах от зной отравы, он светлым ангелом своим велел беречь тебя для славы. Что нового спросил Селим, подняв словеющие вежды. И взор блеснул огнем надежды. И он пристал, и кровь бойца внов разыгралась в час конца. Два дня мы бились в теснине. Отец мой палый, братья с ним. И скрылся я один в пустыне, как зверь. Преследуем гоним сокровавленными ногами от острых камней и кустов. Я шел безвестными тропами, последуя ветви и волков. Черкесы гибнут, враг повсюду. Прими меня, мой старый друг, и вот пророк твоих услуг я до могилы не забуду. И умирающий в ответ. Слубарь, достоин ты презрения. Ни крова, ни благословения здесь у меня для труса нет. Стыда и тайны, и муки полный, без гнева выдержав упрек, Вступил опять в дарун безмолвный за неприветливый порок. И саплив, новую минуя, на миг остановился он и прежних дней. Летучий сон вдруг обдал жаром поцелуй его холодной. Чело и стало сладко, и светло его душе во мраке ночи. Казалось, с половиной ночи блеснули ласково пред ним, и он подумал, Я любим, она лишь мной живет и дышит, и хочет, но он зайти. И слышит, и слышит песню старины. И стал гарун бледнее луны. Месяц плывет, тихий, спокойный, юноша, воин, на битву идет. Ружье заряжает джигит, а дева ему говорит. Мой милый, смелее, вберяйся ты року, Морись, востоку, будь верен пророку. Выстлай, вернее, своей изменившей, изменой кровавой. Врага не сразивши, погибнет без славы. Дожди ему ран не обмоют, а звери костей не зароют. Месяц плывет, тихий, спокойный, юноша, воин, на битву пьет. Главой поникнув с быстротою, гарун свой продолжает путь. И крупная слеза порою с ресницы падает на грудь. Но вот от бури наклоненной пред ним родной белеет дом. Надеждой снова крыленный гарун стучится полотном. Там верно теплые молитвы восходят к небу за него. Старуха, мать, ждет сына с битвы, но ждет его не одного. Мать, мать, отвори я странник бедный, я твой гарун, Твой младший сын сквозь пули русские безвредно пришел к тебе. Один, один. А где отец и братья? Пали, пророк их смерть благословил, и ангелы их души взяли. Ты опомстил? Не опустил, но я стрелой пустился в горы, Оставил меч в чужом краю, чтобы твои утешить взоры И утереть слезу твою. Молчи, молчи, Георг Лугавый, Ты умереть не мог со славой, так удались. Живи один, твоим стыдом беглец свободы Не омрачу я старые годы. Ты раб и трус, и мне не сын. Молкло слово отвержение, и все кругом объято сном, Проклятия, стоны и моленья звучали долго под окном. И, наконец, ларь кинжала, пресек несчастного позор, И мать поутру видала, и хладно отвернула взор. И труп от праведных изгнанный ни то кладбищу не отнес, И кровь с его глубокой раны лизал рычья домашний пес. Ребята малые ругались над хладным телом мертвеца, В преданиях вольности осталось позор и гибель беглеца. Буша его от глаз пророка со страх удалилась прочь, И тень его в горах востока поныне бродит в темную ночь. И под окном поутру рано, он саклю бросится стуча, Но в немля громкий стих корана бежит опять под сень тумана, Как прежде бегу от меча.